МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто мусорит? Люди или квадратные метры? Вопрос о утилизации ТКО обсудили на заседании думских комитетов. Нужна ли в городе круглосуточная аптека? Очередное обращение в городской дозор. ХК Саров провел предпоследнюю встречу в рамках Кубка шелкового пути чемпионата ВХЛ. Далее расскажем обо всем подробно. Кто мусорит? Люди или квадратные метры? Этот вопрос вот уже несколько месяцев будоражит жителей тех регионов, где новый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами рассчитывается, исходя из площади жилья. Нижегородская область в их числе. Тариф для индивидуальных жилых домов вычисляется по количеству прописанных, а вот для многоквартирных как раз с квадратного метра. Такая арифметика многим непонятна. Тариф, что надо платить с человека, так честнее. А почему? Ну, потому что, может быть, бабушка осталась квартирой трехкомнатной, 72 квадрата. И что она будет платить за 72 квадрата? А си три человека будет там жить. Совсем другая стоимость. Сколько человек живет, столько и производит мусора отходов. А с квадратного метра нет. Мусорят люди, а не метры. Считать такую позицию однозначной и по мнению ДГХ нельзя. Как рассказал Сергей Лобанов, в Нижегородском Минэкологии вопрос обсуждали долго. И пришли к выводу, правильнее за мусор платить все-таки с метра. Метры тоже производят, так как по новым требованиям твердые коммунальные отходы включают и так называемый крупногабаритный мусор, который раньше был. И отдельной строкой шел. И понятно, что и отходы от ремонта. Естественно, затраты, связанные с ремонтом. Одно дело – ремонтировать маленькую квартиру, да, это одно количество мусора. Другое дело – ремонтировать большое количество. Здесь уже квадратные метры играют роль. К тому же, как оказалось, за вывоз мусора мы традиционно платили с метра. Просто тариф был частью статьи «Содержание и ремонт жилья», поэтому особого внимания не привлекал. Острый вопрос о том, кто же все-таки производит мусор, стал лишь когда обращения с твердыми коммунальными отходами вынесли в отдельную строку. У нас все годы именно за вывоз мусора, это было в содержании ремонт жилья, именно было от квадратных метров. И для того, чтобы все оставили, как было раньше. Впрочем, далеко не все осталось, как раньше. Платить за вывоз мусора с нового года мы стали почти в два с половиной раза больше. Тариф складывается из затрат регионального оператора на сбор мусора, доставку его до полигона и тарифа самого полигона. Эту общую сумму, объявленную оператором, просто поделили на метры в конкретном регионе. Если пересчитать цифру на людей, кто-то, безусловно, останется в плюсе. А вот кому-то платить придется ощутимо больше, потому что общая стоимость работы регоператора не изменится. Вы справедливости здесь не найдете. Завтра придет многодетная семья и скажет, мы платили 200 рублей, а сейчас мы будем полторы тысячи платить. И вот тут скрывается главный вопрос. Может быть логично платить не с метра и не с человека, а за фактически вывезенный мусор? Именно эту тему подняли в обсуждении депутаты. Когда тариф прозрачен, то и лишних споров не будет. В Госдуме уже разрабатывается вопрос о снижении тарифов и условия раздельного сбора мусора. И предлагается больше уделять такому варианту, когда по фактически вывезенному мусору должны рассчитываться тарифы. На сегодняшний день данных о том, какой объем мусора вывозит и утилизирует регоператор, ни у кого нет. Отсюда и все вопросы по поводу размера тарифа на обращение с ТКО. Саровские депутаты решили пригласить представителя оператора на одно из заседаний комитетов. У меня есть ощущение, что сегодня большая фикция весь тариф, что реального количества мусора, того, который прописан информативно, нет и не вывозится. Как воды. По сути, это, знаете, как говорил товарищ Астап Бендер, я знаю 400 способов сравнительно честного отъема денег у населения. Вот это один из тех 400 способов. Также народные избранники решили обратиться в Нижегородский совет муниципальных образований, чтобы понять, как изменится тариф в регионе, если пересчитать его с квадратных метров на людей. Получив конкретные цифры, депутаты вновь вернутся к обсуждению вопросов обращения с ТКО. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Госкорпорация «Росатом» намерена участвовать в модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Сарове на условиях концессии. Также планируется привлечь средства государственной поддержки в рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. По планам, что предполагается делаться у нас в водоканале, с одной стороны, нам нужно привести к надлежащему состоянию наши очистные сооружения, чтобы уровень очистки сбросных вод был надлежащий, соответствующий сегодняшнему требованиям природоохраны, чтобы мы поработали в том числе и с водоснабжением и справились с теми замутнениями, которые у нас периодически бывают при остановке водоснабжения. Модернизацию сетей и других объектов инфраструктуры планируется осуществить с использованием современных материалов и технологий. Это уменьшит число аварий на сетях, улучшит качество воды в кранах и обеспечит в городе надежное водоснабжение на многие годы вперед. Соглашение также предусматривает цифровизацию производственных процессов в рамках проекта «Цифровой водоканал», что позволит эффективно управлять водоснабжением и водоотведением. Внедрение современных цифровых технологий и устройств в систему водоснабжения и водоотведения – это, конечно, правильное абсолютно направление и работ. То есть нужно вводить умные счетчики, которые позволят определять количество отпускаемой воды, потребляемой воды, потери более четко. Отраслевым интегратором решений госкорпорации «Росатом» по направлению «Чистая вода», «Умный город» и «Концессия» выступает компания «АТЭК». Как пояснили в АТЭК по телефону, у компании в приоритете модернизация инфраструктуры атомных городов для повышения в них качества жизни. Благодаря консессионному соглашению, заключенному в прошлом году в проекте Свердловской области администрации города Веснова, мы можем теперь в этом городе не только привести в порядок городские системы водоснабжения и водоотведения, но и качественно их улучшить с помощью элементов цифрового водоканала. Мы, конечно, готовы принять участие в программах обновления инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения в городах Низогородской области, в том числе и здоровья. Реконструкцию инженерных систем городского хозяйства планируется осуществить на принципах государственно-частного партнерства с заключением консессионных соглашений на объекты водоснабжения и водоотведения, а также с привлечением финансирования из государственных и региональных программ. Канал 16 будет следить за развитием событий. Корь – это острое инфекционное заболевание. Оно очень заразно, вирус легко передается от человека к человеку, и практически все, кто был в контакте с больным, тоже заболевают, если не переболели ранее или не были привиты. У кори характерные симптомы. Поначалу она протекает как респираторная инфекция. У больного появляются температуры, кашель и насморк, конъюнктивит и боль в горле. В 4-5 день появляется сыпь. Сыпь высыпает этапно. Вот при коре типичный сыпь начинается с лица, потом на туловище, на руки, и потом уже на нижние конечности. В это время состояние больного очень тяжелое, температура может доходить до 42 градусов. Лекарства от кори не существует, медикаментозно можно лечить только симптомы. Прежде всего опасность представляют осложнения. Были осложнения такие, как и пневмония, и бронхиты, и энцефалиты даже. А сейчас вирус вообще, когда его хотят уничтожить, а он хочет жить. Он мутирует. Мутирует и принимает более такие формы, заболевания более тяжелые. Единственная защита от кори – это прививка. Она делается двукратно. Детей вакцинируют в возрасте 1 года и 6 лет. Взрослые, которых не прививали в детстве, могут сделать прививку до 35 лет. В основном вакцины переносятся хорошо, иногда отмечают небольшое ухудшение общего самочувствия. Среди детей у нас высокий процент привитости, достигает 97%. Но, к сожалению, в возрастной группе неорганизованных детей, то есть тех детей, которые еще не пошли в детский сад, и которым уже исполнился годик, нужна же первая прививка. И среди таких детей у нас только 83% привитых. Прививка от кори есть в нашем городе в достаточном количестве. Сделать ее можно бесплатно, обратившись в поликлинику. Боль, недомогание или обострение хронического заболевания – такие неприятные ситуации могут поджидать человека в любое время суток, даже ночью. И хорошо, если в домашней аптечке найдется необходимое лекарство. В противном случае за нужным медикаментом придется бежать в аптеку. Только вот застигнутым врасплох саровчанам идти некуда. В городе нет круглосуточных аптек. Вечером, ночью понадобятся лекарства какие-то, и нельзя, где купить. Очень плохо. Тяжело-то бывает не только до 12, до скольки, а круглосуточные. И все. Они должны быть. Большая проблема. Я думаю, что это не очень хорошо, потому что если потребуется какая-то медицинская помощь, то людям придется вызывать скорую. Последняя круглосуточная аптека в Старом районе сейчас работает с 7 утра до 9 вечера в открытом режиме, а с 21 до полуночи лекарство саровчанам отпускается через специальное окно. Перерыв в работе аптеки составляет 7 часов. Если необходимость в лекарстве возникла именно в это время, горожанам предлагают обращаться в неотложку. Если какая-то ситуация ночью происходит, это явно экстренная ситуация, оказать помощь мы квалифицированную в такой ситуации не можем. Мы можем предложить безрецептурные какие-то вещи, а если это серьезная помощь, это экстренные службы, скорая помощь, МЧС. Круглосуточная система работы аптеки в Старом районе существовала несколько лет. Медикамент отпускал дежурант, который работал только в ночные смены. Но не так давно в системе работы аптек произошли изменения, и требования к фармацевтам значительно ужесточились. Заставить человека работать в ночные смены мы не можем. Это, естественно, неудобно для сотрудников самого. И охрана по-другому осуществляется. То есть это чисто затратно очень по МНК, а мы коммерческая организация, как и все остальные в городе. По словам сотрудников аптеки, в ночное время она не пользовалась большим спросом у сыровчан. Основной наплыв покупателей приходился на дневное и вечернее время. А если необходимость в лекарстве возникла именно ночью, покупка обезболивающего ситуацию не спасет. Человеку необходима помощь врача, а не фармацевта. Это очень неудобно, потому что бывает по-разному. Больные люди, куда же еще обращаться? А в скорую бесполезно, потому что у них там, как правило, не бывает ничего. Волк. Температуру или что-то серьезно надо купить. Надо ночью жить. А ночью закрыто. Куда бежать и к кому обращаться при боли или других различных недомоганиях, решать каждому. Но помните одно, мы сами в ответственности за свое здоровье. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Экскурсию для воспитанников студии журналистики молодежного центра и объединения фристайл детской школы искусств номер 2 провела руководитель пресс-службы городской думы Ольга Щеголихина. Ребята обсудили с представителями власти важные для Сарова моменты. Например, речь шла о плате за содержание лифтов для жителей первых этажей, отмене школьных завтраков. Встреча проходила в формате диалога. Дети высказали свои предложения по острым социальным вопросам. Ребят также интересовало, с чего нужно начать, чтобы стать депутатом. В первую очередь, как рассказал Александр Тихонов, нужно обладать определенным набором черт характера. Уметь убеждать людей, обладать широким кругозором и быть честным перед своими избирателями. Не давать пустых обещаний, но в то же время реально оценивать ситуацию и людям в предвыборной кампании реально говорить обещания. Потом выполнять. Конечно, много времени нужно на это, потому что есть и тиранов много, бабушки, им тоже внимание нужно. В большой степени есть дети. Ребята только делают свои первые журналистские репортажи и начинают разбираться в политическом устройстве в Сарове. И подобные встречи помогают им лучше узнать, чем живет их родной город. В городской думе всегда рады встречи с журналистами. А с юными журналистами, конечно же, вдвойне, потому что это незашоренный взгляд, потому что это свои мысли, новые, свежие. Почему важно для ребят побывать в коридорах власти, если можно так сказать? Потому что нужно с измольства разбираться, как устроено наше общество. Интересно было посидеть в кресле депутата, поговорить с главой города, узнать, как проходит их собрание, также поговорить с заместителем главы города, узнать, что будет в городе нового, просто поговорить с ними, поговорить относительно школы, узнать что-то из их личной жизни. Подробный сюжет начинающих журналистов о работе городской думы, которая в этом году отмечает 25-летие, смотрите в мартовском выпуске программы «Наше время» на канале 16. Они самоотверженно воевали на поле боя, затем восстанавливали страну из руин и ковали ядерный щит. Межрегиональный проект госкорпорации «Росатом» приглашает всех желающих принять участие в акции, приуроченной ко Дню Победы. Для этого нужно рассказать о своем родственнике, который прошел Великую Отечественную войну. Либо рассказать о его работе, кратко, уже в атомной отрасли, на предприятии. Может быть, он работал не в Сарове, а на других предприятиях отрасли. Это тоже очень интересно, это тоже память, которая важна и для каждой семьи, и для города. Подробнее познакомиться с правилами проведения акции можно на сайте biblioem.ru или набрав в поисковике название библиотеки имени Маяковского. Затем в меню слева найти раздел «Конкурсы» и пройти по ссылке на страницу проекта. Работы принимаются до 15 марта. После того, как мы примем работы, с 1 апреля по 30 мая будет организована выставка из этих работ. И все горожане смогут посетить библиотеку и найти своих родственников на выставке. Главная цель акции – сохранить память о Великой Отечественной войне, ее героях и их подвигах. Повысить интерес к изучению истории страны, своей семьи и больше узнать о людях, которые внесли вклад в становление атомной науки, промышленности и развитие атомных городов. Заходя в любой подъезд дома номер 15 по улице Герцена, попадаешь в настоящую картинную галерею. Над созданием этих пейзажей и образов трудилось сразу несколько профессиональных художников. Идея преобразить скучные стены подъезда появилась у Ирины Михайловой давно. Своими творческими задумками она поделилась на собрании собственников жилья и получила поддержку. У меня, как сказать, с детства было такое представление, что люди должны жить в красоте. И они должны ощущать эту красоту на каждом шагу. Жильцы дома не ограничивали художников рамками и конкретными темами. Они дали полный простор для полета фантазии авторов. Перед началом работы в подъездах привели косметический ремонт и подготовили стены для работы. А для того, чтобы картины прослужили как можно дольше, их покрыли лаком. Вот это и красота. Вот это и привлекательно. Вот это и дисциплинирует приходящих. Там не осмелишься что-то вот так, да, и курить не будешь там. Некоторые рисунки в подъездах хранят уникальные истории. В основном на стенах изображены персонажи, родившиеся в воображении художника. Но один портрет, который встречает людей при входе в подъезд, создан по образу реального человека. Этот автопортрет, изображенный на данной стене, это художница, которая оформляла данный подъезд, то есть она разрисовывала стены. Это Шеню Галина Александровна. Елена Щербина со своей семьей заехала в просторную квартиру в новостройке по адресу Герцена 15, практически 15 лет назад. За это время, рассказывает Елена, общедомовые и прилегающие территории преобразились кардинальным образом. Особенно приятно, вспоминает Елена, было наблюдать за тем, как на стенах подъезда появляются настоящие произведения искусства. Очень нравится, когда утром идешь на работу, сразу настроение поднимается только от того, что ты выходишь в приятный светлый подъезд, и тебя окружают такие красивые рисунки. Это сразу поднимает настроение. С этим подъездом у Елены и ее семьи связаны самые теплые воспоминания. Они сохранились с тех времен, когда дочка Елена была совсем маленькой и только училась познавать мир. Например, когда наша дочка была маленькой и училась только ходить, мы, заходя в подъезд, встречали котенка, потом шли попугаем, а потом поднимались по лесенке и искали щеночка. Так мы учились ходить. Рисунками украшены первый и второй этажи в каждом подъезде дома. В скором будущем жильцы планируют украсить оставшиеся лестничные пролеты картинами. Больше 15 тысяч русских солдат не вернулись с Афганской войны. Около 54 тысяч были ранены. 417 человек считаются пропавшими без вести. Ровно 30 лет назад, в 1989 году, советские солдаты покинули Афганистан. У Вечного огня прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Значимая дата, потому что история нашей страны с силами наших воспитанников. Как раз подготовили здесь дефиле военный, также в митинг. На мой взгляд, дети должны это знать. Есть хорошая такая фраза, да, то есть без истории мы не можем построить будущее. Афганская война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день. Военную службу в Афганистане прошли более 100 сыровчан. Трое из них, Сергей Худяков, Игорь Бабичев и Евгений Пичугин, не вернулись с полей сражений. Почтить память воинов-интернационалистов пришли учащиеся школ, воспитанники патриотических клубов Центра внешкольной работы, а также представители городской власти. Мы чтим память продолжателей Великой Победы, тех людей, которые выполняли интернациональный долг и с честью это сделали. Мы сегодня чтим память тех, кто погиб в той войне, наравне с теми, кто привез победу в 45-м. Мы чтим тех, кто живой, которые передают вот эту память подрастающему поколению. На холодном граните у памятника войны и интернационалиста круглый год лежат цветы. Их приносят матери, вдовы, дети и неравнодушные сыровчане. Великому посту предшествуют три подготовительные недели по церковнославянскому воскресенье. Уже прошла неделя о мытаре и фарисее. Предстоящий воскресный день будет называться неделей о блудном сыне. В этот день рассказывается притча, в которой сын, получив долю от богатств отца, прогулял ее. Но осознав свой грех, он пришел к отцу с покаянием. Отец, увидев прозревшее чадо, обрадовался и простил его. Опять это образ нас, грешных людей, когда мы своими грехами отходим от бога, уходим на страну далечую, просаживаем и свое здоровье, и свои какие-то возможности, и таланты. Но если вдруг коснулось наше сердце покаяния, мы бежим, или хотя бы спотыкаясь, или сначала на четвереньках, мы пытаемся встать и вернуться опять к своему творцу, искупителю богу. Следующий воскресный день, неделя о страшном суде предваряет Масленичную Седмицу, когда церковь рекомендует верующим отказаться от мясной пищи. Господь нам дает образ будущего страшного суда, как будет человечество после окончания всего земного существования делиться на те, которые с правой стороны от бога, это праведники, с левой стороны, это те, которые не раскаяны, грешники. И вот Господь опять нам напоминает, есть у вас время покаяния, вот завтра, что у меня начинается, давайте будем каяться. Также за неделю до начала поста церковь призывает воздержаться от посещения массовых увеселительных мероприятий. На Масленичной Седмице не производится и венчание. В эти дни принято посещать родственников, друзей и просто знакомых, чтобы в том числе попросить у них прощения перед Великим постом. К песне Елены Фроловой «Апостол день» Алексей Лазарев присматривался долго. Автор писал это имени женщиной, переделать слова для мужчины-исполнителя у Алексея не получилось. Но музыкант все же решился на исполнение. При выборе композиции Алексей дает предпочтение тем, которые становятся отражением его внутреннего мира. На концерте молодой бард исполнил песни известных поэтов и композиторов. Песня Елены Фроловой стала неотъемлемой частью репертуара музыканта. Мне нравится ее песня за то, что они очень открытые, искренние. Мне кажется, в бардовской песне это очень важно, когда песня именно пытается заговорить, во-первых, с самим исполнителем, а во-вторых, со зрителем. В третий раз концерт завершил цикл мероприятий Серафимовских дней в нашем городе. Если в прошлом году в программе были выступления православных и светских хоров, то в этом году организаторы решили погрузить зрителя в разговор души с душой. Название «Радость моя» – обращение батюшки Серафимы ко всем людям. Этот концерт, конечно, посвящен любви. Любви в самом сокровенном, глубоком смысле. Бардовские песни исполнили воспитанники ЮКАП «След» и ансамбль «Настроение» пятой школы, а также гости из Нижнего Новгорода. Висбор, Акуджава, Лора – стихи и музыка этих авторов проверены временем и актуальны даже спустя годы. Концерт авторской песни – это прежде всего общение посредством песни. Это беседы исполнителя со слушателем. И когда из души откликается эта беседа, совершается встреча друг с другом в сердце, вот и достигнута цель. Лирические, православные, патриотические. Юные музыканты и вокалисты исполнили для любителей авторской песни и новые композиции, и, конечно, полюбившиеся произведения известных бардов. Особое внимание в Саровском физтехе уделяют научно-исследовательской деятельности будущих специалистов в технических областях знаний. Студент четвертого курса Александр Буркацкий учится на кафедре экспериментальной физики. Его научно-исследовательская деятельность связана с понятием сонолюминесценции. Этим направлением Александр заинтересовался еще на втором курсе и начал делать первые шаги в науке, в лаборатории физики высоких плотностей и энергии. Это исследование может пригодиться в изучении сонолюминесценции, а это, если будет возможно, если это действительно так, то можно создать акустический термоядерный синтез на основе коллапсирующих пузырьков. На шести факультетах ВУЗа учатся порядка тысячи студентов, 30% из которых иногородние. За успехи в учебе будущих научных сотрудников, инженеров и программистов поощряют именными стипендиями. В этом году 29 студентов претендуют на получение повышенной государственной стипендии. На ежегодной конференции по итогам года благодарственные письма вручили подающим надежды исследователям в области точных наук. Я считаю, что студенты, учащиеся в техническом институте, должны заниматься подобными вещами, потому как, если им это интересно, они должны этим заниматься. Если им это неинтересно, то зачем учиться в техническом институте? Не только парами, лабораторными работами, зачетами и сессиями наполнена студенческая жизнь. Не так давно на базе Саровского физтеха возобновилось движение студенческих отрядов. В летние каникулы их участники работают на предприятиях атомной отрасли, трудятся в детских загородных лагерях и на железной дороге. В нашем городе возрождаются строительные и педагогические отряды, желающих попасть в их ряды достаточно много. Ребята должны быть отличниками и активистами, потому что всероссийская стройка – это не просто работа. Там каждый день – это какое-то мероприятие, к которому нужно готовиться. На конференции студентов и преподавателей благодарственными письмами также отметили активистов общественной жизни вуза. Модель козлового крана для транспортировки контейнеров с мусором из арктических широт шестиклассник Роман Пронин собрал быстро. Мальчик увлекается робототехникой и с азартом принесла за решение конкурсного задания. Целый день это заняло программирование, конструирование, испытание, создание поля. Целый день. Десятки деталей, провода, датчики. Робот на гусеничном ходу легко перемещается по поверхности, в нужном месте забирает груз и отвозит его на исходную позицию. Тестирование устройства прошло без сбоев. Роман признался, что изначально у него была другая задумка, но в процессе работы возникли проблемы с созданием программы. Для того, чтобы робот останавливался в нужном месте, для возвращения обратно в исходное положение, что-то не получалось, что-то переделали. Сначала у нас была совсем другая конструкция. Основная идея форума – знакомство участников с атомным ледокольным флотом нашей страны, привлечение внимания к этой перспективной отрасли и знакомство с ее основными направлениями. И пусть Арктика далека от Нижегородской области, для ребят – это еще одна возможность попробовать свои силы в конструировании роботов-помощников. Для робототехников, на мой взгляд, любое задание – это челлендж, это возможность проявить себя, свои силы. И вообще любая задачка со звездочкой просто сама по себе интересна. В состав жюри конкурса вошли педагоги по программированию и робототехники, а также сотрудники ядерного центра. Представленные на муниципальном этапе работы школьников соответствовали требованиям форума и вполне могли быть реализованы в промышленном масштабе. Очень интересные работы. Ребята постарались, им нужно было изучить определенные конструкции, подходящие под реальные объекты. Ну, понятно, что в уменьшенном масштабе. Но, тем не менее, их конструкции, будь они построены, например, в реальности, они бы свою работу осуществляли бы. В финале инженерного форума, который пройдет в марте, в городе Сосновом Бару, конкурсантам за три дня предстоит выполнить практические задания, полученные от сотрудников предприятий госкорпорации «Росатом» и организаций, имеющих отношение к атомному флоту России и судостроению. В Саровской хоккейной дружине удалось распечатать ворота самарских спортсменов уже на первых минутах матча. Во втором периоде хозяева льда подтвердили свое преимущество и смогли забить сопернику три шайбы, получив в ответ всего одну. На перерыв команды отправились со счетом 4-1. Устали проигрывать, бежали вперед. И всем приятно, болельщикам, всем тренеру. Как бы всем это нужно. Третий период оказался богатым на голевые моменты. С первых минут игрового отрезка соперникам удалось завладеть шайбой и забить в наши ворота гол, а после отправить еще два. Отыграться наши спортсмены смогли только в самом конце игры. Итог матча 6-4. Главный тренер хоккейного клуба «Саров» Игорь Аверкин доволен игрой своих подопечных. По его мнению, встреча с хоккейным клубом ЦСКА ВВС оказалась сложной, но ребята справились и преодолели все препятствия, которые им создавал соперник. Соперник имел преимущество и территориальные, так скажем, позиционные атакы. Мы удачно поймали на контратаках, забили. Сегодня оборона играла плохо. Ну, в целом, да, молодцы, хоть до конца бились. В этом году саровская дружина не смогла пробиться в десятку лучших команд высшей хоккейной лиги. Заключительная игра в рамках ВХЛ для нашей команды пройдет 22 февраля в Ледовом дворце. Хоккейный клуб «Саров» скрестит клюшки с пензенским дизелем. Начало игры в 18.30. Олимпийская система, семь весовых категорий, несколько комплектов медалей и девять сборных. Военнослужащие Саровской дивизии надели кимоно и вышли на татами, чтобы побороться за звание победителя чемпионата под дзюдо. Дзюдо самое – это гибкий вид спорта. Где-то надо уступить, чтобы выиграть. В армии где-то что-то, ну, так же надо, где-то схитрить и в конце концов выиграть. Так же и дзюдо. Разрешены броски со стойки, с колен, удушающие приемы, запрещены захваты ниже пояса. И это только малая часть правил, которые необходимо строго соблюдать участникам соревнований. За их выполнением следят судьи. Для того, чтобы положить соперника на лопатки, у участников есть ровно 4 минуты. У нас не только дзюдо, много видов военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта. И в том числе, вот, олимпийский вид спорта дзюдо. В целях популяризации спорта, так же успешного выполнения служебных боевых задач военнослужащими. Потому что в повседневной деятельности необходимо им применять так же боевые приемы, приемы борьбы. Военнослужащие войсковой части 3473 города Заречного Алексей Спирин успешно прошел отборочный этап. А по итогам полуфинальных поединков завоевал себе право выйти в финал. Здесь, конечно, развивает и ум, и силу, координацию, все вот эти акробатические нумера. В общем, хороший спорт. Победители, которые определятся в каждой весовой категории, будут защищать честь Саровской дивизии на следующем этапе соревнований. Дарья Цепарагина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.